добрый вечер дорогие друзья доброго вам вечерочка 22 13 по москве и минску киеву с вами евгений с вами алексей оптигейминг cloud nine best of three на эпицентровские санкт-петербургские квалификации соответственно здравствуйте друзья довольно странная история у нас происходит а уже кстати взорвали нормально тут так тут кстати оптидирект нормально работает женя скажи мне можно за ним смотреть но 35 процентов можно 65 нельзя лучше я понял в общем уже открыли бы пленклоуда взорвали во первых на банане щелика во вторых сделали минус за b3 ну и в ретейке теперь работает хсс он сделал уже первый минус точнее с он же эстонское юное дарование которое выступает за оптик ну и вроде как все плохо на самом деле для оптиков здесь уитарик почему все плохо изначально потому что пацаны решили просто спингом сто играть из европы квалификацию то есть я так понимаю что оптик летают туда-сюда и либо играют вообще из европы я кстати не знаю ты смотрел их на esl pro лиги американская вообще пару раз было дело если там они тоже из европы играли а вот это я не помню я помню что они показывали неплохие результаты и чет мы как-то даже говорили что это наверное эта команда которая в северо-американском регионе станет вообще довольно сильный хотя не является северо-американской по сути ну да дело в том что контора то и северо-американская видишь они играют отборочные после в северо-американском регионе соответственно здесь они играют и играя из европы спинга 100 такое не очень до не уже без шансов закрывать и конечно с точки зрения профессионализма это совсем это история которая начала закладами взяли пистолетку просто пушили б под раскид изи выход на б-плент там даже размена особо не было уже 5 в 3 был ритейки в итоге клада абсолютно нормально справились с этой всей истории ну и клада сейчас потихонечку чекают ребра там небольшая засада на ланге и шарте аутиматик забирает хсс раш минус по фрайбергу опять же стоя просто на месте никуда особо не двигаясь клада уже разбирает на запчасти своих оппонентов не успевает алла среагировать на оппонента вовремя мы же бой остается последний но из арки ему вообще довольно тяжело будет поработать потому что куда не выходи получит пуль вот сейчас прочекает ребра видит своего оппонента в итоге хорошо его снимает пять человек живых остается команды cloud nine это во первых во вторых счет 02 в третьих это пассивный буст экономики в итоге вообще ничего не надо закупать баксов 700 500 потратить бы но 1200 вот аутиматик тратит богатенько получается тарик тоже 1200 на utility на гранаты опять же по поводу кстати пингов в сто с лишним вчера кнж играл за команду за команду иммортал с пингом 150 это видимо последний раз когда он играл за команду иммортал кстати ну да буквально сегодня утром уже появилась новость о том что под пацик пацик был на брит хотя конечно ты знаешь здесь наверно тот случай когда я бы поставил огромную жирную двойку просто менеджменту за то что он человека который по сути с приходом кинджи даже не с приходом феникса с приходом именно кинджи команда заиграла в новых красках и команда показала тот результат который она уже наверно вряд ли покажет в будущем именно вот эти вот два мажора и было видно как кинджи заряжает эту команду но поведение решение решение менеджмента убрать кинджи но это просто мега бред это тупо надо быть совсем слабым менеджером и знаешь вот то есть ну в чем выражается слабый менеджмент в том что не смогли найти подход и не смогли решить ситуацию то есть видимо была какая-то какое-то исполнение там со стороны кинджи да условно и вот взять вот так вот просто тупо набрить игрока который является одним из сильных составе очень четкая история на самом деле алексей прям вот я покопался в этой штуке второй раз больше не буду копаться но кинджи набрили не потому что он опять же плохо играл там или что то такое потому что он потерял берега это называется у нас вот на районе как говорится и менеджмент сказал что вот таким образом терять берега как бы это вообще край и такого человека мы видеть вообще не хотим в команде mortals потому что честь и достоинство так и так и было написано до прямым текстом превыше всего вот опять же с чем это связано с тем что они где-то там когда-то я так понимаю типа бухали или как не 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 ладно тарик убивай фрайберга да чуть попозже а давай на этом временем будет время мы обсудим там нормальная комбина подсмоки уже тарик делает минус при том-то тарик лиркует и клоуда выходят на б-плэнд здесь два игрока два опорника отличная флэшка выставляется стю и хсс мэджикс микс вал вернее уже работает на кафеле же так фингом 100 бацки просто только что не ощутили североамериканский топ и развалили просто без шансов при том что потеряли одного игрока на вы заходили заходя на оставшимися оставшуюся четверкой своим звеном на б-плэнд просто вообще ничего не смогли сделать здесь лично работа от миксу отреже всего да видишь микс вал кстати тоже судя по всему в европе сидит но судя по пингу вообще-то где-то до в испании родной наверное ну да ладно когда был состав североамериканский он тоже жил в америке я так понимаю но здесь состав судя по всему весь новый и приходится это все дело пересобирать и возможно решать проблемы с визами вопросы даже не обязательно проблемы вопросы с визами один-три дорогие друзья пока что пользу cloud nine есть чем по агрозацию команд опти гейминг впрочем и фрайберга правда mp7 но ничего страшного плент укрепляется чуть ли не в четыре лица арку закрывает мэджис бой как раз и один снайпер стоит на банане что вообще-то отличная идея потому что по-хорошему алло может снять одного оппонента и резко быстро затопить назад даже выжить после этого ну 4 плюс 1 абсолютно рабочая комбина опять же если у вас есть авик и вы можете вы провести на банан и он может сначала раунда фокусить б-плент ну в смысле дугу то почему нет почему не пользоваться этим это одна из моделей дефенса ну и мы видим что куда сейчас банан не отбивает соответственно продолжает спокойно оптики обороняться ром на пленте ну и клоу да потихонечку потихонечку пытается выйти на а точку мы же сбой про чекает мэджис бой убивает в итоге даже одного то есть у него получается и сейчас находится здесь тюрьме но дело в том что не на плент вообще-то идут ребята из команды cloud nine это сплит на б через спидуэй и через банан здесь один аллу который не промахивается убивает тарика хотя я уже думал что вообще-то промахнется сейчас потому что там действительно с реакцией возможно были проблемы видит своего оппонента но слишком поздно б-плент скрытый без позиции находится опти гейминг убивать будет тяжело это довольно странно продинамили весь этот выход тем не менее после размена в 32 ситуация можно неплохо зайти на кофе или погибает аутиматик векса работы сейчас разбили нужно забирать стюи так и есть с делает минус по стюи с еще и успеет забрать его по кстати непонятно почему он за ним не пошел а внутри плента все правильно ну и второй раунд для оптик и в очередной раз понимаешь насколько слаб североамериканский кс если европейский микс игроков которые кикнули всех своих команд сейчас понятно выиграет не выиграет это такое но дело в том что я по игре вижу по раскладам что вот эти вот игроки которые кикнули со всех своих команд собрался он код оптик гейминг по позиционке по даже стрельбе понимаешь пинг 100 против 20 все равно превосходят топовый североамериканский коллектив который недавно просто разобрал на запчасти печально известную команду нави да и вот надо задуматься пацки вообще то есть что происходит и это это уже происходит довольно давно это еще с учетом того что фрайберк 0 5 играет на данный момент правда один ассистом все-таки себе успел получить 3 на 2 на б за счет от оптик гейминг дефолтные здесь все-таки без вот 4 1 стали играть что-то такое более стандартное закрывает ребра с позиции зелени сейчас и команда cloud nine пока что около а планета находится надо бы подраскидать наверное можно в общем и пофейковать но здесь уже номер 6 он же тарик идет где-то под коврами под смоком уже попытаются вот просто интересно это все-таки а будет или опять через а точно смотри просто это два ковры и привет уже на ковра говорит хс забирает тарика начинается втроем выход на лонг опять же проблемы с этой позиции у оптиков посмотрим как они сейчас с этим справиться это зажим просто пленда через лонг и выглядит это красиво но хс падает от раша ситуация 4 в 4 клоуда входят внутрь пленда там алу делать все-таки фраг по скадудлу но опять же скат тюбираж и automatic отлично заходят на бэп лент сбоя один против троих вот надо что-то делать оптикам на самом деле у них не знаю обратил ли ты внимание уже вот второй третий раунд подряд у них проблемы с лонгом то есть позиция которую саша называет 5 на листать и у navi они тоже называется 5 кто-то называет зелень вот это вот там где сейчас automatic стоит и просматривает да да арка вот это вы арка за реально даже вот выходит на б выходит на постоянно там какая-то проблема и потом игроки оптиков закрываются внутри пленда пытается принимать точку а и вот клоуда просто ну знаешь вот продавливают и снялись а обузит эту позицию и пока это приносит свои плоды но в предыдущих раундах нет в этом за решала куда берут 4 но может быть придумает что-то с этим оптики если догадываются на что там у них есть проблема можно поставить 1 на библиотеку 2 на арку например хотя опять же это очень опасная тема и оставить в итоге видимо снайперы как раз одного на б как вариант и двух на планете на планете держать но обсуждаемые вещи сейчас кстати да тут форсетский залетает от оптик гейминг то есть дальше они проигрывать пока не хотят нам будут рисковать может сбой хае закидывает на банан есть варен то здесь пострелять может сбой уже стреляет раз на размене работает микс вл отходит назад спасает себе жизнь бомба пока что под контролем команды клаудной не на руках в то же время и 4 на 3 для клаудной ты слышал войс чат от тарика нет человек нажимает во время игры войс чат и говорит вот просто вот не повезло но действительно оптики тут плюс хорошо отыграли при том они были не втроем а в твоем только на банане кабина полностью себя оправдала и тут уже был вопрос к клаудам как они отбивали банан то вот так вот их ну позволили себе чтобы их так довольно легко похоронили и вот опять проблемы на ланге и это фрайберг и rush врубает фрайберга и теперь под все это дело можно стягивать так команда клаудная это понимает отпускает банан и уходит на точку а здесь только один х с 5-7 сидит под коврами позиционка такая что раунд проигрывается оптика но есть варианты убить одного но вряд ли что-то как-то его вообще не чекают ой это интересно кстати то что хэс здесь может подождать увидели по моему это хороший вопрос и вот как раз rush идет чекать и чекает короткий чекает патио и вот хс увидели да все таки сняли ну пересидел наверное да то есть возможно какой-то надо было что-то делать уже самому когда он сам понял что его не особо-то и видит но что-то вот пересолил банки с огурцами в итоге сейв будет для команды оптигейминг 2 5 надо потому что сейвить потому что а нету ничего то есть у алла вообще ноль у миксу 350 баксов на три с половиной гамбургера как раз интересно если я что-то скажу в войс чат наверно игроки меня услышат да я что я так понимаю что я сижу на слоте об сервера вместе с тобой скорее всего я когда нажимаю кнопку войс чата включается вот фейс тиви гоу тиви сейчас обуха узнают весь мир буквально нормально сейчас мы кого-то завышим выберем кого-то из американцев и скажем что пацаны как с такой зарплатой можно так паскудно играть а форсбай все-таки справились вот начиналось все очень перспективно и очень хорошо для команды оптик геймингс но закончилась крайне печально почему-то решили вдвоем сидеть до последнего на б-планте оставили хс с 5-7 на точке и это комбина можно сказать полностью провалилась а тем не менее два заставленных девайса и сейчас уже караунд и фрайберг есть контакт на ребрах фрайпер сутика двоих напукал и забрал тарика и раша и дальше полезно как будто сапсов это время стюлис к дуду делает по минусу мэджик сбой остается один против троих опасно видеть стюе быстрее чем стюе потому что через смог соответственно принимает эту позицию в итоге получился такой раунд для оптик гейминг да они его вероятно проиграют сейчас но какой-то он прям приятный три человека убили а тематик вообще или живой 2 хп осталось интересно будет ли мэджис бой сейчас здесь все-таки да должен должен бы сэйви да да все правильно на экзит фраге будет работать если это будет возможно в данный момент потому что но можно было бы быть супер жадным хотя это была бы такая себе идея пойти например где-нибудь аутиматика да забрать убить например но такое в итоге 26 но что там 2000 но денежка будет плюс-минус да они же делали эко с двумя заставленными девайсами поэтому деньги по-любому будут тут будет закуп на надо собраться кое-кому есть у нас пацик который лонг не держит и вообще оптиком надо как-то поработать с этой позиции но поработают ну наверное но пауза пока не залетает то есть оптики считают что все плюс-минус нормально есть деньги можно купить калаши и можно купить гранаты потому что ой прошу прощения гранаты господи city side извините дорогие друзья 300 и 400 есть деньги опять же можно купить гранаты для сити сайда все хорошо а вот как раз насчет калашей для cloud nine опять же экономика забущена потому что ребята постепенно выигрывает дальше и выживает после этого и у них все хорошо стюки алоид флешку выживает это стенкой пока не простреливается ребятами из команды оптигейминг видимо будут отходить назад или будут рисковать слушай рискует и чё-то ухо совсем отвалился ухо здоприем окей мы продолжаем что-то возможно случилось окей 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 фрайберг на пати он охотится миксел все-таки убивает своего оппонента опять же отходит здесь назад и что сказать то что сказать то что добавить пока что оптики паритет вообще по счету 44 до по живой силе я плент укрепляется втроем если все-таки ребята из cloud nine подумают идти на а то такой момент что возможно миксел стоило бы еще дольше еще дольше еще больше пошуметь на бэ чтобы создать давление на банане и тогда например клауда бы туда не пошли потому что они могут принять решение пойти на бэ прямо сейчас и если честно там вообще только один человек увидишь на самом деле рискует здесь 3 плюс 2 стоят с к дуду откидывает смог но опять же выхода нет миксел говорит ребята здесь тихо спокойно это такой деревенский фейк не ведемся принимаем дальше а точку и все хорошо собственно что и происходит а . и отлично принимается прежде всего фрайбергом который делает два минуса по минусу аллу и magic сбой и третий раунд для команды оптик гейминг а ты знаешь вот я смотрю игру да я не вижу разницы в пинге по игре а на самом деле она довольно серьезно то есть 110 там 105 в среднем против 20 это очень большая разница но по игре и и по стрельбе вот я не вижу такой разницы этот проблема точнее проблема ответов именно в позиционирование самих себя от оптик то есть они изначально хорошо стоят и да им тяжело реагировать и тяжело стрелять но так получается что из-за этого пинга они играют чуть хуже чем должны бы но все равно вытаскивает некоторые ситуации просто потому что позиционка ультимативно просто ты знаешь вот здесь интересный момент что когда у тебя плохой пинг ты часто понимая это где-то играешь более закрыто более пассивно потому что понимаешь что тяжелее стреляться и это позволяет тебе играть там более сейфа в определенных ситуациях более закрыто более грамотно поэтому это тоже имеет определенный смысл тем более в защите кстати да вопрос к атаке в таком случае насколько быстро будут реагировать потому что могут быть проблемы на плент раскидывается раскидывают банки ребята из команды cloud nine большие пески закрывают туда же прыгают а рик в итоге сохранять себе жизнь опять же удерживает эту позицию и тарик может работать под всех остальных даже с двух сторон кстати говоря могут зажать этот а плент тарик начинает прыгать по стенкам здесь пытается найти оппонентов судя по всему видит плечик одного это файберг файберга убивает прыгает моментально за курилку там уже вскрывается остальные бы плент алла умирает на как раз той самой зеленке ну и в общем довольно чисто кстати то есть раш потерял до двадцатку хп он потерял и все очень странный прием на самом деле от оптиков залетает смоки очевидно шоу же что уже гусь больших песках и как-то этот гусь в итоге делает очень легко минус опять же за счет позиции за счет того что есть ну то есть выпускает они чела в большие пески да как бы это говорит о том что этот зона свободная то есть инфа такая что оппоненты находятся внутри плента ну то есть это это ну какая-то очень такая прям грубая позиционная ошибка от оптиков и луда показывают full атак это очень хорошо от них то есть это говорит о том что делается определенная работа кстати на слоте тренера опять же появился вальт валенс или валенс не знаю наверное первый вариант на самом деле валенс да ну вот обсуждали тоже с кем-то этого тренера человек абсолютно безучастен в игре не видно его влияние на игру но тем не менее вот мы видим что он вернулся по это время назад вроде как пропал его не было короче говоря что касается тактику cloud nine все выглядит очень даже симпатично а вот у оптиков дефенс есть какие-то определенные проблемы но именно приемом выходов команды cloud nine вот как раз еще один выход на плент и сейчас до свидания еще один товарищ на планте до свидания алло ловит еще по хп тоже умирает кстати зайчик допрыгался итоге попытается микс волна найти здесь голову ничего не получается можешь бы попытается найти голову и он хотя бы выживает на самом деле может еще пострелять в голова есть хотел вторую но нет первая половина выигрывается командой cloud nine опять же с экономикой иди все хорошо потому что ребята а в общем целом живые четыре раунда остается до конца первой половины я очень сильно не уверен что оптики возьмут даже пять здесь вот при том что сейчас у них получается то есть местами позиционка действительно хороша но иногда на реакцию не могут работать иногда гранаты не кидают по позициям оппонента которые уже на план заходят вопрос если так дальше будет продолжаться то что она здесь ждет типа 114 не знаю пока мы видим что два яка раунда от оптиков проблемы с экономикой опять экономики здесь сделали выпад на миду аутиматик справился квадрокилл да отлично все но и вот теперь закуп от оптиков 9-3 счет ну и надо брать пацаны надо вообще включаться как-то в игру у нас пауза я не знаю что там они обсуждают может кому-то пиццу привезли но все плохо у оптиков пока на данный момент на карте инферно напомню что выбор команды cloud9 именно до инферно а следующая карта будет overpass которую выбирали раз таки оптики а я сказал клоу да ну короче cloud9 выбирали инферно оптик выбирали overpass да а потом мираж это если дойдем если повезет но конечно клада будут ужасными как это я не знаю даже как слово подобрать пацанами если они проиграют просто в разнице 80 пинг то есть вот кому вот европейскому миксу который парней которых кикнули со всех своих предыдущих команд но тут опять же вот возвращаясь копти гейминг ты меня спрашивал про если пролик пока чуть времени есть два на кстати нет все таки 3 на 2 на б суде по всему что-то опаздывает хсс до куда ему нужно добежать спрашивал да по поводу оптик гейминг изначально у них проблемы были с тимплеем то есть они еще не договорились не сыгрались там не вот эти все вещи но при этом показывали индивидуальные штуки которые принесли из своих команд как раза то есть каждый первый показывал свои вот эти приколы дело в том что на приколах как бы не всегда можно выехать тут такой момент нет файберг готов принимать 10 плент у него в общем и целом получается правда ослепленный садится встает раша снимет отличная работа еще три пакет отличная работа еще четыре можно забирать ой файберг хорош красиво да красиво и на самом деле тот самый момент когда ты стоишь на пяточке никуда не двигаешься не стрейфа влево не стрейфа вправо сантиметра вперед не сантиметра назад и все четенько просто заливает это его рабочая обстановка для фрайберга поливать сэмки но я тематику сделал два минуса сейчас может убить третьего подбирает м-ку лол как же так еще сбой приходит в итоге не догоняет догоняет вот прикинь как бы было бы сейчас убить на фрайбергу на такой фрайберг фрайберг вообще мастер вот таких вот раундов когда он стоит на пятаке и надо залить на 30 вот это идеальная ситуация до фрайберга на самом деле по поводу вот состоянии на пятачке не и слова нью-йорке твист как раз такие же вещи ставлю с той же позиции показывал между прочим и дело там минус 4 по-моему насколько я помню у нас где-то на рухабе вот как раз есть в хайлайтах все это дело не отдел комментировал поэтому я помню это хорошо вот и фрайберг нам здесь же показывает тоже на северо-американском регионе теперь потому что он теперь там т39 на один раунд сверху доминирует cloud nine в итоге в этой карте но оптики все-таки возвращаются на 4 может быть и на 5 было бы неплохо было бы неплохо чтобы сохранить интригу в этом матче а что касается ладно давай потом обсудим что у нас сейчас экшена банане ну и размен уже может злая проблема не от рисков фонда отходит внутри панта сейчас на халпу подтягивается алуса в п контролирует банан клауда но 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 что-то вообще пахнет фейком потому что сидит один человечек в апартаментах с бомбой у клоудов и возможно что сейчас мы увидим какой-то такой фейк вот я люблю такие фейки когда одна команда запускает гуся на плент и под этот под этот весь мув выходит в итоге на другую точку но на самом деле это не фейк довольно прямолинейно здесь действует клоуда откинули смог оставили почему-то стю и с авиком на банане и в итоге что-то тут на ребрах на самом деле даже непонятно до конца куда они пойдут бомба в итоге уже притягивается на баран и все-таки это выход на б-плент здесь два опорника алуса в п и magic's boy работает за колонной за фонтанчиком ну и смотрим приемку от двух этих европейских ребят аллу не промахивается за гробами играет отходит назад смотрит по черч понимает что гранат летят значит надо еще выстрелить кого-нибудь получает сквозь гробы здесь и может сбой закрывает еще скадула алла под флешку попытается сработать мы разбой кстати говоря отлично работает потому что остается 10 раш на пленте аллу не везет с первым прострелом пытается затопить не везет и с юспиком итоге фрайберг и хс остаются до конца но дело в том что время кончается и раш просто не успевает поставить бомбу а что касается оптиков вот ты говорил да по поводу индивидуальных отыгрыши что есть проблемы с командой игрой ну ты знаешь это такая вот смотри давай возьмем файзов и это вот такая мини-модель файзов то есть оптики это европейский микс из разных стран люди да естественно английский язык у всех язык не не родной как это нейтив говорится данным близко по моему то есть не родной язык иногда конечно же будут проблемы с коммуникацией и нужна определенная дистанция и конечно эта команда может пока брать только за счет индивидуального мастерства да именно так они в общем на это и рассчитывают очень часто то есть они бывают отпускают да там фрайберга погулять и фрайберг гуляет например маджес бой своими вещами занимается фрайберг врывается вот например ослепленный аллу снимает одного аллу снимает второго кстати говоря вполне себе в итоге бомба находится пода но с хс здесь укрепленный около курилки находится слышит как прыгает товарищ на сено но не успевает потому что фрайберг ломает просто лица здесь и с хс хс прошу прощения заканчивает в итоге 6 9 и неплохо в итоге отлично да и до 11 4 как говорится мы не дожили и слава богу на самом деле но учитывая то что было 9 3 я тебе скажу что это очень даже неплохой вариант я вот тут посмотрел оптик профайл команды оптик оказывается у них даже есть тренер правда тренеру всего но всего 21 год это говорит о том что человек совершенно неопытные то есть вообще непонятно как так получилось что он стал тренером но тем не менее в этом составе числится вот такой чет sing united states представляет то есть в принципе аналитик коча ну наверное опять же такая мини-модель нашего энди который тоже был аналитиком в итоге стал тренером но со временем все-таки его попросили осы у нас оптики идут ошибки наверное просто будет разбирать в большей степени до чем что-то советовать и наверно уже команда будет сама думать как работать с этим 2 пистолетный раунд дорогие друзья выход на бэд команда оптик гейминг аутиматик принимает 1 пытается еще голову найти 2 вообще-то не совсем получается тематику так и убивает фраберк отъезжает ух ты здесь за гробами отъезжает еще опорник б-планта в итоге бомба будет поставлена а хватит ли времени чтобы оптик гейминг опереться на этот б-плент мой любимый пистолет не когда кидаются два смока один на просвет один на гробы изи выход на точку б но в ритейке сейчас делает тарик первый минус по аллу magic сбоя хорошая позиция была он уже отлетает на микс в один в 3 вряд ли здесь он что-то сделает против своих бывших тиммейтов в частности раша и тарика напомню что это его тиммейты бывшие по оптикам ну и пистолетка проигрывается пистолетка проигрывается здесь не смогли устоять в ритейке при том что принципе была вполне себе рабочая ситуация 3 в 3 оптик гейминг отдают пистолетный раунд что для них довольно грустно потому что вообще-то по счету они проигрываются соответственно мы могли бы ожидать даже с учетом пинга кстати два раунда сверху от cloud nine то есть второй то есть третий да соответственно анти форсовый менте экономический и вот сейчас с оптик гейминг с учетом постановки бомбы закупает пистолеты чтобы на третьем раунде купить девайсы поэтому здесь даже не антифорсовый а здесь уже анти экономический а потом получается анти девайсный я надеюсь что cloud nine в курсе потому что на северо-американском регионе некоторые команды ошибаются в закупе кстати говоря и потом страдают от этого жестко потому что оставь оставляют себе фаргана а их потом им потом лица разворачивают с калашами как раз но cloud nine должны быть курсе валенс поможет наверное так у нас тут интересная какая-то комбинация топ типа втроем сидят яме ребята с блоками двое уже там как-то шумят на апартаментах так понимаю таким образом они хотят чтобы запушили банан клоуда уже automatic стоит под ямой в кармане что-то у нас комбина пока не сработала от алуна джек сбой в итоге бомба перетягивается строй мидл ближе к точке а на вроде по да действительно хотят пойти но тут думали что банан остановит да вот эти ребята которые на яме стоят то есть поджим от cloud nine как раз противопистолетный вот этот но дело в том что клоуда не поджимали в итоге оптиков не получилось просто сделать их идею раш хороший молотов который остановит тех кто не пойдет никто не пойдет какая флешка царская боже мой просто мясорубка можно устраивать и последний умрет под патио отличная работа от команды cloud nine 6 11 лишь тарика потеряли здесь да но и теперь закуп от клоудов для того чтобы возвращаться в эту карту надо брать два раунда мы видим что cloud nine нет проблем с деньгами плюс они будут конечно же оставлять форс ба фармганы свои и mp mp7 маг 9 по массу просто именно отличный набор всех девайсов разновидности какие хочешь x вот кидывает начале раунда молотов на банан два игрока на был cloud nine 3 держит сейчас точку а ну и пока довольно широко играют оптики есть уже magic сбой в апартаментах пусят яме оптик но там смог такой который не дает действовать активно команде оптик ну и cloud nine пока можно сказать нет наверно нельзя сказать что глубоко все таки контроль банана на пяточке а тут полуподземные позиции на банане да они хотят немного посмотреть порисковать но дальше не идут при этом оптики выходят на ребра на данный момент позиция арки здесь очень важна скаду находится здесь и вот у него mp7 красивый синенький голубенький кстати говоря но на такой дистанции mp7 может есть mp7 mp7 да mp7 как фамилия знаешь какого-то действительно какого-то российского диссидента ну не российского русского русского чиновника вот и тут смотри что делают сейчас оптики они на ребрах оставили двух игроков ходят на банан и фрайберг ну как же так не прочекать чела ну вот он скадузал вот она средняя дистанция стю еще и с дробовиком вырубает двоих на банане но это полный провал от команды оптик хотя сама задумка смотрелась очень очень перспективно двойной выход до микс вилл написал что ты делаешь это с 1000 господи с тысячи 2011 года стюкей говорит я еще не родился в то время моджеск бой шутки шутками на моджеск бой остается последним ну естественно ничего вообще не сделает засейвит свой девайс остается три секунды дополнительных денег не получит соответственно у него 350 баксов соответственно он может купить ничего флешку может купить как бы проблема думая что купить так плюка я себе неплохо 6 12 ну а что ну ну вот 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 ну вот ну вот и все да тут грустно сложно ну там скадузал просто всю работу сделался эти 7 пи 7 на ланге просто изи прием и опять же человек с дробаша на банане в упор в упоре делать два минуса это конечно это шейм шейм для команды оптик но попытается еще есть еще варианты с пистолетами здесь поработать в поджиме на дровах находится тарик у него м к 4 да и это важно потому что можно полкоманды больше полкоманды похоронить вот тарик ждет как раз того момента когда его спустят с поводка на самом деле здесь потому что позиция прям сладкая вообще на все это дело и вот тарик ждет и ждет и вот как раз стюкей должен бы немного прочекать и вот тарик выходит и поехали минус 1 и минус 2 и минус 3 и в общем все вместе со своим товарищем есть на банане сработали идет уже резать просто алла нет уже не идет резать пытается наловить и в итоге минус 3 от тарика минус 20 и такие весь банан приняли в общем задумка удалось 16 пока к сожалению команда оптик не смотрится как конкурентный состав ну по крайней мере в этой игре было ли изменилась бы вся эта история на лане не исключено но не знаю тут опять же вот вся игра она у тебя нет у меня нет ощущения что здесь есть разница пинге то есть она не просматривает нельзя сказать там по стрельбе сильно не залит или больше какие-то позиционные ошибки там что-то не сделали kill вроде очевидный там не прочеркали то есть вот такие вот вещи сложно конечно анализировать на самом деле слишком короткая дистанция для меня одна игра то есть вот сейчас заканчивается вторая сторона может быть на оверпассе все будет получше может быть мы по шутке не до инферно там есть варианты позиции получше позанимать гранаты получше проскидывать скаду долл ой и все в линеечку стали скаду долл еще одного давайте еще одного а ну тут все слишком быстро кончается 614 трипл килл для скаду дла rush стивит у кейс забирает еще по одному если мы откроем табуляцию лучше бы я этого вообще в своей жизни сегодня не делал 616 играет хс 817 играет аллу 915 magic boy 916 соответственно миксилл и 1118 фрайберг у всех меньше чем единицы кд и с пингами проблема реальная потому что они не могут выходить в лицо и стреляться как бы до инферно это одна из тех карт где в общем целом есть варианты выходить лицо и стреляться 22 на 6 играет аж и зашкирятник тащит всю команду кладен за собой лучший фраг статер на сервере интересно это тактическая пауза реально может быть такое что да вообще тут надо подумать на самом деле над закупкой потому что кроме того что они как бы летят в салат тут еще это счет 14 6 вроде как ты понимаешь с одной стороны что обычно до команды закупаются мол мы не хотим отдавать 15 давайте форсить другой стороны тут форси не форси тут просто все плохо в любом случае честно говоря если пауза действительно берется и ребята что-то обсуждают это очень хорошая как-то но это надежда да на будущее то что ребята в критические моменты и именно в нужные моменты берут аузы ищет какие-то проблемы до ищет решение своих проблем но не пытаются х я не залетает от полной по своим оппонентам это х я могла бы полкоманды тоже под похоронить на половину как раз да и потом их можно было бы давить но этот тот самый раунд где для оптика все-таки есть какой-то шанс с очень далеко ныряет в итоге за ним ныряет еще один товарищ за ними ныряет еще один товарищ и все тонут в болоте просто в болоте 615 до долго обсуждали закончилось это все довольно просто что зак по оптик есть валу а в.п. поможет ли это в.п. это вопрос до этого особо нельзя сказать что сильно алу это чтобы out вся команда в принципе то довольно ровно ребята идут на самом деле даже фрайберг который довольно долго сидел на нуле в этом момент собрался начал показывать игру то оптики играют довольно медленно при этом magic сбой но абсолютно не был готов к этому поджиму от арика это вроде как счет вообще позволяет играть вполне себе агрессивно клоу дам ну и чё теперь теперь идет на его очередь хэсов тематик делает минус по алу видно было да слишком медленно выходил в мой фрайберг пытается устраивать то пилите здесь на банан но дело в том что по 10 и такие снимает одного отходит назад на 8 хп фрайберг просто бежит отсюда куда подальше вдвоем они остаются вместе с эй чесом и дело в том что во первых они против четверых это раз во вторых естественно клоуда станут встану сейчас 2 2 это 2 а в третьих стеют окей как я понимаю успели подсадить на а за это 3 судя по всему никита джигурда за заразил здесь оптиков и они теперь заражены джигурдой это в смысле просто мне слово такое нравится джигурда этим словом можно описать знаешь то что происходит пацаны с пингом 100 решили поиграть квалификации в америке против в европе против европейских клоу дайны это это несерьезно то есть понимаешь здесь как бы знаешь по дефолту нет шансов и как бы все на все это все смотреть еще вот через такую призму ну это непрофессионально что я могу сказать попробует на оверпасе что-то сделать ребята из комодопти гейминг с вами по-прежнему стадиор хаб дорогие друзья алексей да евгений ухода sleep some while никуда не переключайте